Всех приветствую! Сегодня у нас 28 апреля и первый вопрос, который вы мне зададите, где пропал? Все хорошо, на самом деле нужно было немножко времени, чтобы восстановиться, набраться сил, потому как предстоит нам еще много работы, для этого нужно держать себя в тонусе, чтобы максимально продуктивно взаимодействовать с теперешними событиями, с теперешним временем. Что касается обстановки в городе, по-прежнему есть все необходимое для жизнедеятельности, топливо подвозят, продукты есть, были прилеты позавчера, был виден самолет над городом, все это было и есть, но, к счастью, никто не пострадал. Также живем в режиме, когда работает сирена, постоянно слышны звуки боевых действий вблизи, уже начинаешь к этому привыкать, как-то услышал от своего друга, переживающих вместе с нами, все это непростое время, то, что в чем-то это и опасно. Понятно, что человек приспосабливается к любой обстановке, но важно не терять бдительность, не терять внимания, потому что привыкаешь к происходящему и уже после этого немножко расслабляешься. Что касается эвакуации, эвакуация из города продолжается, также с близлежащих городов, с Лимана, со Светогорска, с близлежащих сел также, но есть одна проблема, они об этом через социальные сети, через интернет не узнают, потому как со Светогорском, с Лиманом пропадает связь, нету связи вообще и непонятно, что, да, да, как. Есть последние новости, то, что по Светогорску тоже был прилет, но в целом пока вот ситуация такая, связи ни с кем нет. И из практики Изюма знаю то, что при эвакуации ходят за рукоговорителем, непосредственно люди, занимающиеся эвакуацией, и находясь в этих городах, предпринимают все меры, чтобы люди, которые нуждаются в эвакуации, которые хотят выехать, их услышали и, по возможности, были увезены с мест, там, где рядом проходят боевые действия. Как я уже говорил, в городе Славянске жизнь продолжает идти своим чередом, банкоматы вчера заправляли, есть возможность обналичить, есть возможность оплачивать товар в крупных маркетах с помощью безнального расчета. Также для тех, кто остается в городе с детками, есть информация о том, что в понедельник, среду и пятницу детская городская больница будет осуществляться прием деток непосредственно областными врачами, невропатологом, хирургом, лор-кардиологом и педиатром. Очень много звонков сейчас поступает по вопросам, нет связи с родными и близкими, наберитесь терпения. Даже мы, находясь здесь, рядом, в соседних городах, не всегда есть возможность поехать, узнать там, что или иную информацию о ком-то, в силу обстоятельств. Я прекрасно понимаю вас и понимаю то, что вам сложно находиться на расстоянии, переживать за все происходящее и ходить с угла в угол, да, так скажем. Но, тем не менее, когда не можешь повлиять на ситуацию, когда не можешь ничего изменить, когда не можешь предпринять что-то, нужно просто смириться и ждать вестей от ваших родных и близких. Либо, к сожалению, о ваших родных и близких. Итак, что нужно понимать, в самом городе на данный момент времени ничего не происходит, все относительно спокойно. Что касается людей, по-прежнему их очень много, но заметно движения по городу уменьшились. Люди сейчас очень потеплело у нас, хорошая погода, все расцветает, зеленеет. Начинаются огороды, садят, что непосредственно радует не только себе, но и даже встречается такое, когда с знакомым соседям, те, которые непосредственно уехали, оставили свое жилье, кто там за собакой присматривает, также засаживают огороды, чтобы, вернувшись, у людей была возможность собрать урожай. Да, собственно, всем это нам будет только на руку и лишним не будет, потому как неизвестно, что у нас будет дальше. Судя по происходящему, все это затянется, поэтому нужно набираться терпения, сил, жить, взаимодействуя друг с другом, помогая друг другу, у каждого разные возможности. Не обязательно это должна быть какая-то финансовая, физическая помощь, это может быть также просто добрый совет, и вы неоднократно, смотря меня, слышали, как в конце роликов я говорю, всех обнял, на самом деле, встретив живую людей, которые отчаявшиеся, которым нужна поддержка, вот это вот как раз крепкое руководство, либо объятие очень подкрепляет их, и они как будто воодушевляются, живут дальше, у них есть какой-то смысл в этом и поддержка, поэтому обязательно в это время, чтобы никто из нас не оставался, не чувствовал себя одиноким, несмотря на все обстоятельства и прочее. Но в остальном будем следить за развитием событий, постараюсь не пропадать так надолго, чтобы никого не волновать. Всех обнял, и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok